Перепросмотр. Это техника древних талтеков. Это люди, которые жили много тысяч лет до нашей эры. И эта практика просочилась через труды Карлоса Кастанеды к нам в 21 век и заставила каждого человека задуматься о своей жизни. Оказывается, когда мы с вами живем, растем и развиваемся, мы тратим огромное количество своей силы и энергии на привыкание. То есть мы родились в своей семье, мы живем в своем городе, в своей квартире или доме, и мы привыкаем к той обстановке, которую мы видим. Получается, когда малыш лежит в своей кроватке, ему дают пустышку, он на ней фокусируется, концентрируется и единицу своего внимания отдает этому предмету. Таких предметов в нашем окружении, в нашей жизни огромное количество. Но не только предметы попадают к нам внутрь. Где наше внимание, там наша энергия. Куда двигается наше сознание, по каким анализаторам туда и перетекает вектор нашей силы. У нас есть пять органов чувств. Это тактильное восприятие, это визуальное восприятие, аудиальное, вкусовой анализатор, обоняние. И получается, когда мы кушаем, наш вектор внимания полностью фокусируется в области языка и вкуса. И, конечно же, наше внимание переходит на руки. Когда мы заходим в ситуацию в жизни, и мы начинаем уделять ей внимание, к примеру, вы пришли в новое общество. Вы знакомитесь с новым человеком. И этот человек вас чем-то зацепил. Вот в моменте вашего духа и ощущения, что человек вас цепляет, присутствует еще огромное количество раздражителей. Музыка, звуки, люди, общение, проезжающий шум, машины за дверью. Полностью все ваше сознание фиксирует. Ну и, конечно же, в эту единицу времени, здесь и сейчас, ваш вектор только на этом человеке. А куда девается все остальное? Все остальное вытесняется внутрь вас. Все остальное переливается в бессознательное. И получается наше бессознательное. Такой сейф, который хранит в себе огромное количество информации о вашем прошлом полностью досконально. Начиная от воздуха, температуры, запахов, духов, шумов, ощущений тактильных, вашей памяти, ваших чувств, переживаний, ощущений. И представьте себе, если бы вы все это помнили, то ваша просто сознательная часть, она бы вся взорвалась от того многобилия информации, которая извне поступает постоянно каждую единицу времени внутрь вас. И еще более того, вы еще и успеваете транслировать что-то свое. То есть изнутри вас рождаются мысли, чувства, ощущения, состояния и переживания. Вы транслируете слова, издаете звуки. Ваше внимание переключается с объекта на объект. И так происходит всю вашу жизнь. Что же дает перепросмотр? Почему люди очень сильно устают от себя и от своей жизни? Из-за чего это происходит? Да из-за того, что все каналы восприятия переполнены. И какой-то один канал был очень сильно перезагружен. Это как будто вилка в розетке. И по этой розетке пошел очень большой ток. И произошел некий взрыв-замыкание. Получается, что люди выгорают только из-за того, что их фокус внимания зациклен на чем-то одном. Задача заключается научиться заходить в прошлую ситуацию, там, где был этот самый перегруз. Допустим, вы с кем-то ругались. Или, к примеру, кто-то ушел из жизни. Или ваша жизнь ей угрожала опасность. Кто-то нападал или насиловал. И только в таком случае мы можем зайти в перепросмотр. Нет. Мы можем зайти в перепросмотр еще и просто для профилактики. Лишь потому, что мы можем из любой ситуации забрать всю силу и энергию здесь и сейчас. И получается, с чего мы начинаем перепросмотр? С самых ярких вспышек. С самых ярких вибраций. С самых ярких ситуаций. И, конечно же, это половой акт. Это сексуальный опыт. То есть мы начинаем перепросмотр делать как технику с первого полового акта. Не с самим собой, а именно с первого полового акта с человеком. Из-за чего? Из-за того, что когда вы входили в первый половой акт, перед тем, как заняться сексом, у вас была сила, энергия, свои состояния, своя чувствительность у человека точно так же. И вы входите в эту близость, входите в этот опыт, вы обмениваетесь энергиями. Идет круговорот обмена энергиями. Лебедоносная сила и энергия зажата там, в прошлом. Если у вас был первый половой опыт в 12, 13, 16, 20, 25, 30 лет, то именно в этом первом половом опыте зажато огромное количество вашей лебедоносной силы. Энергия либидо, она очень вязкая, она очень магнетична. Именно эту силу исследовал Мессмер, Мессинг про нее писал и другие направления течения изучения психологии, психоанализа и гипноза. Потому что эта сила, сексуальная энергия, несет очень большие внутренние изменения, которые проявляются вовне. Благодаря этой силе человек становится носителем либидо, он становится очень творческим, включенным, активным в жизнь. И именно перепросмотр помогает из любых тяжелых событий, начиная с самого-самого детства, забрать энергию. Так как ваша либидо формировалась не только в подростковом возрасте, но и с самого начала вашей жизни. Это как дух, сила души, которая вас ведет, оберегает, охраняет и дает вам очень много внутреннего огня. Но считается, когда человек заходит в половой акт, он обменивается опытом с другим человеком, эта привязка держится еще 7 лет. Вы только задумайтесь на мгновение. Целых 7 лет вашей жизни. Вы уже можете быть с новым человеком, вы можете быть в новых отношениях, у вас уже могли родиться дети. Но еще держится привязка 7-летняя с человеком, с которым был половой акт 7 лет назад. Но только перепросмотр может помочь вам действительно за буквально несколько минут вашей жизни забрать энергию из этой привязки и наполнит вас в данный момент силой энергии. Вашей, представляете? То есть когда у вас была близость с кем-то, вы обменялись силами. Допустим, вы обожали писать стихи и играли в волейбол. Ваш партнер, к примеру, он рисовал, и ему нравилась математика. Обмениваясь энергиями, вы начинаете рисовать и заниматься математикой. Она начинает вас интересовать как дух, как сила, потому что тот партнер имел эту потребность. Из души он это изучал, и ему это нравилось. А та ваша способность играть в волейбол и писать стихи перетекает постепенно, как некая функция копировать вставе другому человеку. И вы обмениваетесь опытом. Это все происходит на уровне близости, на уровне тактильности, на уровне обмена энергии. И что выходит? Почему люди, войдя в один половой акт, допустим, теряют какие-то способности свои? Способности чувствовать или, наоборот, обостряются способности чувствовать? Что происходит? Откуда эта сила взялась или куда она ушла? Она ушла по привязке. Перепросмотр помогает за короткий отрезок времени вспомнить этот половой акт, вспомнить эту ситуацию. Если мы перепросмотр делаем на половой акт, то, безусловно, вспомнить его в деталях. Вам кажется, что вы, как я сейчас это вспомню, ведь это было очень много лет назад. Очень легко ваша память это хранит до сегодняшнего дня. Даже если ваше сознание, вам кажется, что вы не помните этих обстоятельств, этой обстановки, я могу похлопать вашему гениальному бессознательному, потому что именно оно все помнит. Вы только позвольте ему поработать с собой и позвольте навести порядок. Тут идет речь только о доверии, доверии себе. В данную секунду я вам рассказываю информацию. Присутствует ли сейчас ваше бессознательное? Конечно, потому что у вас идет чисто ровное дыхание, у вас идет внутреннее ощущение и состояние, у вас бьется сердце, и вы не контролируете, как двигается по вашему телу кровь. Кто делает это? Это делает бессознательное, так как это происходит без участия сознания, то есть бессознательно. И получается, как довериться бессознательному? Что нужно сделать, чтобы начать, наверное, первый раз за все время доверять этому самому бессознательному? Если вы уже сейчас, в данную секунду, прям смотрите это видео, вы просто задумаетесь на мгновение, как было бы здорово, если бы вы доверились себе и подсознание каждый день в вашей жизни открывало перед вами невероятно сильные и мощные ресурсы, открывало новые варианты и совершенно новую жизнь перед вами. Получается, вы можете из одной реальности, которая вам не нравится, перескакивать в другую. А что, так можно было? Да, именно так можно было. И так нужно сделать. Потому что вы можете, безусловно, всю силу и энергию тратить на то, чтобы не доверять себе. Вы можете просто позволить себе довериться, так как бессознательное с вами с самого детства. И оно стремится только к тому, чтобы максимально ваш потенциал развивался. И если вам сейчас, сегодня не хватает сил и энергии что-то довести до конца, вы рефлексируете на тему прошлого, вы все никак не можете очиститься от лишних мыслей, навязчивых идей, постоянно чувствуете, как уводите в ретроспективу себя, в прошлое, анализируете, думаете, ассоциируете. Вам как бы кажется, как будто бы вы действительно такую глобальную, колоссальную душевную внутреннюю работу проделываете. Вы как будто действительно вот такой психоаналитик для самого себя. Нет, друзья мои. Это называется просто рефлексия, это называется замкнутый круг. Потому что ваш внутренний диалог может вас просто каждый день обманывать. Так как внутренний диалог ищет постоянно причину и проблему, причину и проблему. И этих причин становится очень-очень много. И проблем, как следствие, становится безусловно очень много. Что нужно сделать, чтобы вместо внутреннего диалога пришло решение? Нужно включить мышление. Мышление ищет решение. Мышление ищет факты. И именно мышление ищет план действия, как можно выйти из этих обстоятельств, из этой ситуации. Прекрасная практика выполняется в течение нескольких минут перед сном и сразу же после какого-то яркого события. Мгновенно. Не затягивайте дальше события, так как вы только что в этом событии были. И вы можете в сию секунду вспомнить все детали. Потому что если вы помните детали, вы действительно можете грамотно и качественно всю силу и энергию забрать из этого события, которое произошло полчаса назад здесь и сейчас. Если вы делаете перепросмотр и хотите просто чуть-чуть попробовать, как эта техника сработает, смогу ли я действительно качественно забрать энергию с прошлого здесь и сейчас, то, наверное, я бы вам порекомендовала сделать перепросмотр перед сном. Потому что, когда вы делаете перед сном, у вас сновидения становятся очень яркими, очень образными, насыщенными. Более того, могут возникать даже осознанные сны. Это состояние фазы, когда у тебя включается центр осознанности, внимания и памяти в момент, когда снится сон. И, конечно, перепросмотр помогает детализировать. Что он еще делает? Он убирает рефлексию, он выводит вас из замкнутого круга, он ищет вам план действий и несколько решений, выходя из сложных ситуаций. И еще помогает вам свободно мыслить и все помнить. Если вдруг у вас была какая-то проблема с памятью или с внутренним ощущением себя, вы забывали очень много, как будто проваливались какие-то состояния. Именно перепросмотр сделает вашу память стопроцентной. И именно перепросмотр сонастроит ваше бессознательное с вашим сознательным. Тогда активируется мощный механизм вашей жизни и действительно потенциал отбивается на мощную катушку на все стопроцентно. Итак, практика перепросмотр. Сядьте, пожалуйста, на край кровати. Закройте глаза. Попробуйте вспомнить от момента сейчас, в начало дня, именно как будто бы вы идете по точкам, куда чаще всего вы обращали свой взор, свое внимание, куда тратили силы. И от момента сейчас, что было полчаса назад. Вспоминайте, что было час назад. Вспоминайте, что было два часа, три часа, пять часов назад. Что было десять часов назад. Как вы просыпались. Теперь вы собираете максимальное количество фактов от первого ощущения себя, своего присутствия после пробуждения. С самого начала дня вы проснулись. К примеру, вы выключили телефон, одевались или шли чистить зубы. Вам нужно сделать некий стоп-кадр этого пространства. Потом вы поворачиваете голову направо, справа налево вы делаете вдох. Как бы забирая полностью себя из этого кадра, вы как будто бы забираете свою собственную яркость, свое присутствие, себя всего сейчас. И на вдохе вы как будто бы лишаете картинку цвета и лишаете эту картинку своего внимания. Ваше внимание это сильная, мощная энергия. Это мощный, сильный луч, который необходим вам в сей час. И получается, вы делаете поворот головы справа налево. Забирая, забирая, забирая полностью себя из этой картинки. И слева направо вы делаете выдох. На выдохе вы представляете, что вы как будто бы подчищаете, подметаете полностью себя вновь из этой же картинки. К примеру, вы выключили телефон, а у вас уже стоит чашка кофе. Вам любимый человек принес чашку кофе. Тогда вы делаете вдох, забираете себя с телефона, с чашки кофе из этого пространства. И на выдохе точно так же себя забираете, забираете здесь и сейчас. Когда вы забрали себя оттуда, вы будете чувствовать, что вы не присутствуете больше в этом кадре. Вас там нету. Вы помните это как память, но это вас больше не тревожит. Вы уже не там, а сейчас. Вы сейчас же делаете эту практику. И точно так же в течение дня вы себя забираете, 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 забираете со всех обстоятельств. В моменте, когда ваше слух, зрение, тактильное восприятие, вкусовой рецептор отвлекались, вы были в ресторане с подругой, с ней спорили, забираете себя оттуда. К примеру, вы ехали на метро, забираете себя оттуда. Там много людей, много раздражителей. Ваше внимание рассифонивается, прям разбрызгивается максимально по пространству. Вы себя оттуда забираете, продышали. Потом вы сели за руль и едете уже к своему дому. Вы забираете себя с того, что вас отвлекало. Все анализаторы, звуки, шум, ощущение, состояние, вкусовой рецептор. К примеру, кофе пили. Себя забираете оттуда максимально. И когда вы забрали себя буквально несколько минут, 3-4 минуты на эту практику, вы почувствуете очень сильный жар. Реально, прям в данную секунду жар в теле. Это невероятное сильное ощущение, когда вы присутствуете максимально в сейчас. И вы открываете глаза, безусловно, у вас будет такое ощущение кристальности вашего сознания. У вас как будто даже подкрутили кристаллики, будет ощущение, как будто вы что-то сняли с себя. И голова стала чистой, прозрачной. Вот это первый эффект перепросмотра. У некоторых людей может возникнуть легкое головоокружение. Связано это только с дыханием и с тем, что не привыкли еще к этой практике. Но это практика всех времен и народов, которая помогает вам собрать себя здесь и сейчас. И у вас купится энергия. Вы ложитесь спать, энергия добавляется, добавляется, добавляется. Вы утром встаете, и у вас действительно как будто бы новая жизнь начинается. Вам хочется делать, у вас прекратился внутренний диалог, у вас пришли решения, вам хочется творить, развиваться, включаться. И это потрясающе. Это то, что вы сейчас можете себе дать. Вдохновение, силу и любовь по отношению к самому себе. Практикуйте перепросмотр, пробуйте. Эта практика займет 3-4 минуты. И вы действительно почувствуете колоссальный эффект. И обязательно напишите в комментариях, когда действительно попрактикуете. Меня не интересует теория. Меня интересует только ваша практика. Станьте практиком. И в рамках этой практики вы получите и знание, и опыт. Делитесь своим опытом. Субтитры создавал DimaTorzok